Всем доброго, с вами Тори. И в данном видеоролике мы с вами продолжим тему обучения в Корее. А точнее мы рассмотрим с вами языковые курсы. Я, примером, возьму Сирульский национальный университет, или же Seoul National University, Seoul Techia, если вам так будет угодно. Но, в принципе, в большинстве университетов программы приблизительно такие же, то есть с таким же количеством учебных часов, с таким же пакетом документов, которые необходимо подать, и всё в таком духе. И, соответственно, я вам расскажу на примере Сирульского национального университета, а вы уж там, перейдя по ссылочке в описании под видеороликом, сможете посмотреть программы относительно других университетов. В первую очередь давайте рассмотрим регулярную программу. Это программа, на которую набор производится каждое время года, то есть весна, лето, осень и зима. В конкретно Сирульском университете для обучения на регулярных курсах, то есть это постоянные курсы, это продолжительные курсы довольно-таки, вы можете выбрать себе два варианта. Это либо утренние курсы, либо дневные. Соответственно, на утренние курсы вы приходите к 9 часам утра и занимаетесь по 4 часа каждый день, кроме субботы и воскресенья. Ну а на дневные курсы вы уже приходите после часу. И обычно, если при подаче заявок вы прошли, но при этом группа на утренний курс уже набрана, вам могут предложить пойти обучаться на дневных курсах. И, соответственно, обучение на дневных курсах еще и немножечко выгоднее, то есть оно дешевле на 10%. Также вам предлагается еще и дополнительный академический класс, то есть если вы прошли все шесть стандартных уровней, то вы можете записаться в этот класс и расширить свои знания еще больше. Также помимо курсов вы будете посещать еще так называемые дополнительные занятия, дополнительную культурную программу, в которую обычно входят корейские песни, традиционные, корейские традиционные музыкальные инструменты, корейская кухня и все в таком духе. Обычно программы зависят от конкретного набора, но чаще всего музыкальные инструменты, песни и корейская кухня – это стандартный набор. Ну и не забывайте о том, что также вы сможете познакомиться с такой вещью, как корейская чайная церемония, что, на мой взгляд, очень и очень интересно. И также вы сможете взять для себя дополнительные занятия в виде, например, отработки произношения. Ну также у вас есть возможность выбрать с дополнительным занятием подготовку к топик, но обычно это идет после третьего уровня, и, соответственно, там вы будете готовиться к тому, чтобы пройти данный экзамен. Ну и также дополнительные занятия, связанные с китайскими иероглифами. На начальном этапе это то, как правильно их записывать, как правильно их читать, как их правильно использовать, а на более старшем курсе вы уже будете знакомиться с тем, как их правильно объединять в текстах, как их правильно понимать в этих текстах. И все в таком духе. Перед тем, как идти на данные курсы, вам нужно четко для себя понимать, что вы не будете на них опаздывать, и вы не будете пропускать занятия. Потому что шесть опозданий или четыре пропущенных часа засчитываются за один пропущенный день. И пять таких дней вас просто исключают. Также помните о том, что вам необходимо посетить не менее 90% занятий, чтобы иметь возможность перейти на следующий курс. И не менее 70% общую успеваемость. Но при этом, если вы будете успевать более 90%, то вы имеете возможность получать специальные награды. Если вы не пропускаете занятия, и вы имеете отличную успеваемость, то у вас в дальнейшем также будет возможность получить себе стипендию. При этом стипендия не может быть передана другому лицу, и она покрывает 100% оплаты. То есть она дается после пятого уровня только один раз. Если вы не пропускали занятия, если вы имеете отличную успеваемость, и при этом хорошие рекомендации от преподавателей. При этом в самом начале обучения вам выдадут идентификационную карточку. И с данной карточкой вы сможете спокойно воспользоваться, ну, например, библиотекой в приемниверситете. Либо вы сможете посетить музей, либо воспользоваться другими какими-то активностями на более таких дешевых условиях, чем если у вас нет этой самой карточки. При этом кредиты за ваше обучение, которое вы получаете, собственно, в ходе него, вы можете перевести в зарубежные учебные заведения. Но только в том случае, если, например, университет в другой стране поддерживает подобную систему. И все остальное за вас сделает университет. То есть они, в принципе, готовы на себя взять вот эту вот всю историю с переводом ваших оценок на ту систему, которая используется, ну, допустим, в университете в другой стране, в которую вы хотите дальше поехать. При этом вам стоит помнить, что если у вас накопилось 10 пропусков, и при этом у вас еще очень плохая успеваемость ниже 70%, то вас просто лишат визы. Соответственно, при подаче заявки, когда вы уже приняты, вас рассмотрели, вас взяли, вы задумываетесь о том, чтобы делать визу. Но помните о том, что учебную визу, то есть визу D4, вы не можете сделать, если вы собираетесь посещать только один курс. То есть, соответственно, если вы посещаете только один курс и не идете дальше, то есть вы изначально не оплачиваете более одного курса, то вам придется обучаться по какой-то другой визе. То есть университет вам просто не предоставит документы для получения визы. При этом, если вы заполнили анкету, вы приложили все документы, вы написали о себе письмо, связанное с тем, чем вы хотите заниматься, почему вы хотите этим заниматься, какие у вас дали планы, также вы написали небольшую свою автобиографию, какие у вас есть награды, какой вы хороший, замечательный, почему вас нужно взять. Вы все это собираете, отправляете в университет, и если они вас принимают, то вам необходимо далее оплатить свое обучение. После оплаты обучения вы получите документ из университета, что вы в него приняты. И, соответственно, после этого вы берете свои документы. Вы обязательно, не забывайте, еще при подаче заявки в университет, перевести свой документ в образование. То есть, вот эту вот вашу выписку с оценками, по каким предметам там что у вас было, и, в принципе, где вы и как учились. Вы все это переводите на английский, либо корейский язык, и прикладываете. Точно так же вы берете... Не забывайте делать себе загранпаспорт, если у вас его нет. Загранпаспорт вас никто никуда не пустит. Соответственно, вы берете, копируете свой загранпаспорт, вы заполняете анкету, которую вы берете либо непосредственно в посольстве в вашей стране, посольстве Кореи в вашей стране, либо вы скачиваете ее с сайта посольства. Вы все это заполняете на английском, либо корейском языке. Вы все эти документы вместе с приклеенной фотографией относите в посольство и ждете, когда вам выдадут визу. Не забывайте приложить документ из университета, который вам выдадут после оплаты. Но после оплаты нескольких курсов. Ну и, соответственно, не забывайте позаботиться о том, что вам нужна страховка. Если у вас изначально нет страховки, университет может вам помочь ее оформить. Но за это нужно будет дополнительно заплатить. Уже непосредственно по прибытию. Ну и также не забывайте, что вне зависимости от того, на какую программу вы подаете свои документы, вам придется заплатить около 60 долларов просто за подачу заявки. И при этом, если вы получаете учебную визу, ну, допустим, в данном случае, то вам придется заплатить еще и за нее. А чтобы ее получить, вам нужно будет также получить справку медицинскую, связанную с тем, что вы здоровы. Эта справка получается в определенном медицинском центре и тоже стоит таких вот приличных денег. Соответственно, рассчитывайте на то, что помимо оплаты самого обучения, вам придется очень сильно вложиться еще на самых начальных этапах. То есть, когда вы просто подаете заявку, не зная, примут вас или нет. Просто потому что вот эти вот все взносы, они не будут возвращены. Что же касается цены, то утренние курсы стоят 1 650 000 вон, дневные курсы стоят 1 500 000 вон, а так называемый академический курс обойдется вам всего в 1 320 000 вон. Приблизительно. Также не забывайте о том, что помимо всего прочего, вам очень часто необходимо будет прикладывать выписку из банка. И, например, для того, чтобы получить учебную визу, вам необходимо иметь на своем банковском счету около 3000 долларов. То есть, это приблизительно 3 000 000 вон. Далее несколько программ, на которые вы не сможете получить визу, но на которых вы при этом можете обучаться. Одни из них это вечерние курсы, которые составляют 10 недель, то есть 2,5 месяца. И на них вы сможете развить свои коммуникативные навыки, то есть вы научитесь правильно разговаривать, правильно что-то спрашивать в обычных жизненных ситуациях. И все это обойдется вам в 600 000 вон, что не так много, но с учетом того, что на данные курсы нет возможности получить визу, вам нужно уже находиться в Корее. Вам нужно уже иметь какого-либо рода визу. Далее, если вы вдруг планируете, ну, например, ехать в Южную Корею по обмену, то есть вы учитесь в каком-либо университете и едете с программой обмена в Корейский университет, но при этом вы хотите получше узнать корейский язык, получше с ним познакомиться, научиться на нем говорить, то вы можете посетить 15-недельную такую вот небольшую программу, которая именно и рассчитана на студентов по обмену. При этом набор происходит весной и осенью, и все это стоит чуть более 1 миллиона вон. Также есть очень-очень крутая, на мой взгляд, программа. Она очень интенсивная, и она составляет 3 недели. Вы можете выбрать, когда вы поедете учиться, вы можете находиться 3 недели в Южной Корее. Но вам нужно иметь действующую визу. Либо вам нужно быть гражданином страны, с которой у Южной Кореи заключен безвизовый режим. То есть у вас есть, например, месяц или 2 месяца, когда вам не нужно получать визу. Насчет этого я даже узнавала ранее в посольстве. И как они мне объяснили, что на трехнедельные курсы учебные можно поступить, можно на них учиться, можно поехать на эти курсы, если вы являетесь гражданином страны с безвизовым режимом. То есть если у вас есть эти самые 3 свободные недели. Занятия, так же, как и на обычных курсах, проходят с 9 до часу. Но при этом у вас есть только один вариант. Это вот эти самые утренние курсы. И чаще всего в группе не более 12 или 15 студентов. Что, на мой взгляд, очень и очень здорово. Вы можете поступать как на самый первый уровень, когда вы будете начинать все с самого нуля. То есть вы будете изучать алфавит, вы будете изучать первые слова, первые фразы. Но так же в первый день занятий вы сможете пройти тестирование. И по результатам этого тестирования вы будете определены на какой-то определенный уровень. Если он выше первого. При этом вот эти вот самые трехнедельные курсы стоят всего 730 тысяч вон. И чтобы на них поступить, вам необходимо будет заполнить онлайн заявку, приложить копию своего паспорта, перевод своих документов об образовании, со своими оценками и всем прочим. Так же вам необходимо будет оплатить регистрационный взнос. И, конечно же, копию страховки, если она у вас есть. Но лучше ее все-таки сделать в своей стране. Потому что, как чаще всего говорят в университете, мы не отвечаем за то, что с вами происходит на территории Кореи. Что же касается места, где вы будете жить. Вы можете выбрать себе несколько вариантов. Если это, например, какие-то краткосрочные курсы, то есть, ну, те же три недели, то, если вам так удобно, вы можете жить в отеле. Либо же вы можете жить, так скажем, в семье. Я сейчас забыла, как это правильно называется. Но, в общем, какая-то определенная семья предоставляет комнату в своем доме, и вы можете там поселиться. Но помимо вас там будет жить еще несколько человек. То есть, комната рассчитана не на одного человека, а, например, на трех или четырех. И, как мне кажется, это очень и очень крутой вариант. А главное, довольно-таки недорогой. Если вам, в принципе, все равно, и вы не хотите что-то искать, но при этом вы записываетесь на регулярные курсы, вы на них поступаете, то вы можете узнать в университете о возможности жить в общежитии. Но сразу вам скажу, что общежитие – это не самый лучший вариант. Потому что общежитие – это очень и очень дорого. Если так посмотреть, то жить в общежитии вам обойдется даже дороже, чем жить в каком-нибудь эконом-отеле. Если вы, конечно, не жалеете денег, вы можете снять себе ванрум, если вам так захочется. Ну, либо же вспомним о старых добрых кащевонах и ванрум-телях. Это, в принципе, одно и то же. Но в любом случае, за где-то 300-500 долларов вы можете жить в неплохой комнате. При этом в вашей комнате будет интернет, кровать, стол, у вас будет окно, у вас будет так называемая собственная маленькая ванная комната с туалетом и душем. Также у вас будет собственный телевизор и небольшой холодильник, что, на мой взгляд, довольно-таки здорово для такой небольшой суммы. Соответственно, если так посмотреть, то проживание в кащевоне или проживание в ванрум-теле вам обойдется гораздо дешевле, если вы будете пытаться жить в общежитии. Но если вы хотите совсем сэкономить, то за где-то 200-250 долларов вы можете найти тот же самый кащевон или ванрум-тель и спокойно себе жить в небольшой комнатке, где будет стоять только кровать и стол. И, соответственно, чтобы принять, ну, например, душ или сходить и делать свои дела, вам придется идти в общий, соответственно, в общую, так называемую, ванную комнату, что, на мой взгляд, немножечко неудобно, но если вы хотите прям совсем сэкономить, то это довольно-таки неплохой вариант. Но я надеюсь, что данное видео было вам полезным, и если это так, то не забудьте поделиться им со своими друзьями. Ну и, конечно же, я напоминаю, все полезные ссылки я оставлю в описании под видеороликом. Вы сами сможете по ним перейти и посмотреть все более подробно. Я Рабананян, комсомнита!